Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео на проекте Amazon Replay. Сегодня я расскажу, почему путь до бизнеса закончился. Как вы поняли по названию, как бы, всё, конец, пацаны. Данная рубрика закрывается. Почему я сегодня объясню в видосе, есть несколько причин, но самая главная причина это то, что у меня уже появился бизнес, какой именно, я чуть позже вам покажу. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте вводить промокод, пишите Кирилл Гейм Капсом, его можно вводить на любом сервере, и вы за него получите 150 тысяч. Поэтому берите, вводите промокод, я вам буду очень сильно благодарен. Я вам желаю, конечно же, приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Погнали! Итак, начнём с того, вообще, что это была за рубрика и что она из себя представляла. Это была рубрика «Накопи 300 миллионов, получается, за 3 месяца», то есть за 90 дней. 300 миллионов на бизнес, потому что свой бизнес я подарил другу. И я так подумал, блин, почему бы себе ещё другой бизнес не купить просто? И я решил, типа, накопить 300 миллионов за 3 месяца. У меня это, в принципе, неплохо получалось, я как бы зарабатывал неплохие деньги. Я зарабатывал неплохие деньги с помощью перепродажи и на дальнобойчиках. У меня там накопилось около 50 миллионов, и я пошёл на контейнеры. На контейнерах я проиграл 30 миллионов рублей. И я так подумал, блин, мне придётся всё заново, понимаете, наверстывать, то есть заново зарабатывать. И я так подумал, блин, сейчас всякие ивенты там и так далее, то есть перекупом заниматься, пацаны, на самом деле, очень сложно, потому что все тусуются на ивентах. То есть на Нашане, пацаны, мало людей, и сейчас началась школа, то есть утром вообще людей нету, люди есть только вечером в основном, а утром, там, днём людей очень мало. То есть сейчас заниматься перекупом, на самом деле, очень сложно. Ну, в принципе, я не из-за этого, как бы, закрываю рубрику, пацаны, просто, понимаете, я, как бы, заработал с помощью перекупа 50 миллионов рублей. Я пошёл на контейнеры, не проиграл эти деньги, у меня осталось 20 миллионов, пацаны. То есть с 20 миллионов обратно заработать 50, мне, честно, стало лень, потому что я уже заработал 50, и мне заново придётся пройти этот путь и заработать эти 50 миллионов. То есть, ну, смысла нету, реально. Ну, зато я для вас сделал контент, как бы, открыл контейнеры, то есть показал что-то такое, открыл много контейнеров, показал то, что на этом можно не заработать. То есть, да, есть такие случаи, что люди там Бугатти убивают, но в основном, пацаны, вы уходите в минус на контейнерах, поэтому, в принципе, я своим примером вам всё показал. Какие ещё причины есть того, что рубрика закрывается? На самом деле, причин очень много. Ещё одна причина, это то, что эта рубрика занимает очень много времени, пацаны, очень много времени, потому что приходится постоянно сидеть в игре, продавать имущество, скупать имущество, искать что-то там и так далее. То есть, это занимает реально много времени. Ещё одна причина, это то, что скоро лето, как бы, вы сами понимаете, сейчас 12 мая, когда я записываю это видео, то есть буквально через несколько дней, то есть через 2 недели, можно сказать, уже лето. И я не хочу всё лето задротить, я хочу просто снимать иногда видочки по мазингу там и так далее. Я не хочу всё лето задротить, а из этой рубрики придётся всё лето просто брать и задротить, 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 чтобы заработать эти 300 миллионов. То есть, я такого делать не хочу. Я хочу нормально провести лето, отдохнуть там и так далее. Даже до ивента я искал имущество на перепродажу, то есть, реально очень сложно что-то найти. И самая главная причина, пацан, то, что у меня уже есть бизнес, то есть, зачем мне копить на бизнес, если у меня уже есть бизнес. Как-то получилось, я сейчас вам, в принципе, расскажу. Пока я еду к бизнесу, я хотел бы вам сказать большое спасибо за вашу активность, потому что, ну, вы реально хорошо активили на этой рубрике. Там было 2000 просмотров, 1500 просмотров. То есть, просмотры были нормальные. Лайков, конечно, немного набиралось, там, по 150 лайков максимум, 200 лайков, по-моему, не было. Но всё равно просмотры, самое главное, были очень хорошие, за что вам реально большое спасибо, потому что мне была важна ваша поддержка, потому что я видел то, что вам это нравится, вам это интересно. Я просто ебашил, ебашил, там, за серию препродавал по много так машин, там, и так далее. Короче, было реально прикольно. Было реально прикольно, пацан, но, к сожалению, у меня нету возможности дальше этим заниматься. Ну, и тем более, я, как бы, уже приобрёл себе бизнес. А каким образом, я вам чуть позже сейчас расскажу. Блядь, у меня клавиша залипает, меня это уже заебало просто. Блядь, ебаная сука, сколько можно, блядь? Ну, почему ты залипаешь, почему? Почему, вот почему ты не нажимаешься, вот почему, блядь? Пиздец, просто, блядь, заебало уже, нахуй. Сколько можно, блядь, то одна клавиша, то другая, блядь, то третья, пиздец. Этот бизнес, скажу сразу, у меня уже был, как бы, да, это не топовый бизнес, там, финка, как бы, не очень хорошая. Но всё равно, пацаны, это бизнес, как бы, это, как бы, доход, понимаете? Это самое главное, это доход. Я вот в деревню ездил на 4 дня, я, как бы, бизнес оставил, и мне бабочки капали, как бы, и всё было хорошо. То есть, бизнес, это всегда, пацаны, хорошо, какой бы он ни был. Да, там, финка бывает 800 тысяч, там, туда-сюда, но по финке, пацаны, там, сложно ориентироваться, потому что очень много бабок съедают продукты. Вот продукты просто, это просто жопа, пацаны. Продукты очень быстро съедаются, именно поэтому, как бы, финка показывается не очень корректно. И у меня за 4 дня прибыль, короче, лям 200 на балансе была, я вот смотрел. Я вот только вчера приехал из деревни, как бы, сейчас 12 число, я 11 числа приехал из деревни, как бы, зашёл в игру, тут обнова, все дела. Короче, как всегда, всё пропустил. Вот тот самый бизнес, который, как бы, теперь мой, получается. Давайте я вам это продемонстрирую, то, что это действительно мой бизнес, то, что, как бы, да, да, пацаны, да, это мой бизнес. Кирилл Путбуль, владелец Фамли Кирилл Гейм, ГОСКО 45 миллионов. Вы скажете, блять, у тебя был этот бизнес, как бы, полгода назад. Да, пацаны, у меня был этот бизнес полгода назад, и обратно теперь он у меня. Как так вообще получилось? Получается, Матвей Вилла выиграл этот бизнес в рулетке. В рулетке у Бен Мора. Он выиграл этот бизнес, как бы, он поставил, там, какую-то машину дорогую, а пацанчик поставил вот этот бизнес. И так получилось, что Матвей выиграл этот бизнес в рулетке. Но заниматься им у него нет времени, как бы он редко заходит в игру, там бывает раз в неделю. Именно поэтому он мне предложил выгодный обмен, поменяться кое-что на этот бизнес. На что я поменялся, пацаны, я говорить не хочу, потому что мне жалко то, что я ему отдал. Реально, мне очень сильно это жалко, просто то, что я ему отдал, и поэтому я говорить и буду, я думаю, многие уже догадались то, что я ему отдал. Теперь у меня есть вот такой вот бизнес, да, не очень прибыльный, да, возможно, не самый пиздатый, но зато, как бы, здесь хорошие цены я поставил, можете приезжать закупаться, вот смотрите, просто самые дешевые цены, просто ниже уже некуда, броник 10500, дробовик 14700, то есть можете реально закупаться там, на каптинг сходить, либо на ВЧ, можете приезжать, закупаться именно в этот магазин. Закупайтесь, короче, в оружейке Арзамаса, я вам буду очень сильно благодарен. Как бы, да, финка сейчас здесь такая себе, если честно, давайте я вам покажу, вот, Бусинес, как бы, вот, на балансе лежит почти лямчик, прибыль за день 40 тысяч. Хочу заметить то, что вчера завезли продукты в бизнес, и у меня финка была минус 300 тысяч, поэтому, по сути, уже 300, даже 400 тысяч уже бизнес заработал, но просто финка вышла из минуса только, понимаете? То есть, ну, продукты очень быстро уходят, просто из-за того, что я поставил низкие цены, как бы, финка не очень большая, но зато вам, пацаны, будет приятно, думаю, приехать, закупиться по дешману. Как бы, мне, по сути, прибыль не особо интересует, как бы, как бы, есть бизнес, заебись, там, уехал в деревню, допустим, как я, на несколько дней, и бабосики, как бы, капают, и всё хорошо. На финку можете даже не смотреть, по сути, потому что постоянно возят продукты, и финка портится. То есть, точную прибыль я вам сказать не могу, и показать тоже не могу. Ну вот, смотрите-ка, получается, я его купил, я его купил, когда я его купил? Точнее, поменялся, я его не покупал, я поменялся, я своё имущество кое-какое поменял на этот бизнес. Я не помню, когда я его поменял, по-моему, седьмого числа это было, может быть, я ошибаюсь. Либо седьмого, либо шестого числа, как бы, у меня появился этот бизнес. Она вразно будет из-за того, что возят продукты, как бы, ну, из-за того, что ставят продукты по 75 рублей, финка очень жёстко уходит в минус. Ну что, как-то так получилось, теперь у меня есть бизнес, в котором вы, в принципе, можете закупаться. Конечно же, по желанию, цены, как бы, нормально стоят, всё хорошо. Я, пацаны, не знаю, что я буду делать дальше, как бы, ну, у меня есть бизнес, как бы, у меня есть дом, у меня есть машины, у меня есть фома, то есть, по сути, у меня всё есть, то, что мне нужно. Да, бизнес не очень прибыльный, но, пацаны, какой есть? Какой есть, такой есть, в принципе, я считаю, лучше, чем ничего. Поэтому этот бизнес пока что я буду держать. Продавать я бизнес пока что не собираюсь Потому что ну не вижу в этом смысла Типа продам я этот бизнес Я ничего в принципе другого не куплю Раньше я накоплю там 200 лямов Где-то и потом можно будет продать этот бизнес Купить что-нибудь другое Подорожшее и с хорошей финкой Всем спасибо за просмотр Всем спасибо большое за активность Как бы рубрика закончилась пацаны не расстраивайтесь Возможно я запущу какую-то другую рубрику Там путь до какой-то машины Либо путь до чего-то короче Но путь до бизнеса пацаны все уже Закрывается закончился Потому что у меня уже есть бизнес Ну я в принципе вам рассказывал причины как бы Обратно у меня кнопка залипает просто Как она меня заколебала пацаны Я уже клавиши туда-сюда меняю Я не знаю за чего это просто Из-за чего она может залипать Клава просто нулячая просто Ну полгода по-моему этой клавиатуре И она уже залипает То блять левая клавиша то правая блять Да ёб ты блять Что же с тобой такое просто Короче пацаны Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Большое спасибо за активность Давайте подстраиваемся на это видео Набрать 200 лайков Я вам буду очень сильно благодарен Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok